Здравия соратники! Сегодня я хотел бы просто маленькую ремарочку сделать по сумасшедшей бабуське Викусе из Альфа Ментал или Альфа Регрешн Терапия, сейчас она себя называет. Окончательно вскрылась она. Многие скажут, что наверное не стоит вот про разные какашки делать даже маленькие красенькие ролики, как сегодня. Но я скажу, что стоит, потому что необходимо мониторить то, как критиканы Цельнозора медленно сходят с ума и просто необходимо видеть, что с ними происходит, потому что они пошли против Вселенной. Это видно на примере нескольких товарищей, которые нам не товарищи, о некоторых я сделаю разбор чуть позже. Итак, Викуська окончательно поехала к крыше, начала ругать всех русских и всех россиян, которые якобы творили всякую непонятную вещь. Ругаться, называть нехорошими словами и так далее. Не буду повторять все то, что она говорила. Вот здесь вот хохляцкий флаг. Покажу сейчас. Вот тут украинский флаг. Откровенно вскрылась. То есть я даже не знаю, как чувствуют себя люди, которые платили из России, которые платили ей деньги. Огромное количество людей накрыла, развела. Взяла бабки, рассказав про всякую фигню, про непонятное в кавычках освобождение. И она окончательно свихнулась. Не только потому, что начала занимать откровенную проукраинскую, львовянскую позицию. Ну и потому, что начала откровенно пороть чушь. И причем сама жрежет. Вот наблюдаем за ее мимикой. И вот здесь вот она сказала абсолютную чушь. Бедный этот тоже украинец. Ясфий Евгений. Голух царя небесного. Просто даже не знает, как реагировать. И самое важное для него, мне кажется, твердую такую морду лица сохранять. Серьезную морду кирпичом. Твердым кирпичом. И смотреть за всем этим. Ну, маленькая иллюстрация того, насколько у нее поехала крыша. Послушаем. Ну, снова вот это звучит. Упыриянской власти. Ну, понятно. А вот он слышу магнитуда. Абсолютный. Просто вот не то, что полет фантазии, а словесный понос. Ну, это стоит посмотреть, чтобы понять, какие люди, какого качества и какого уровня интеллекта критиковали цельнозоры, что с ними стало. Обычно дельтой, ну, год. Так вот, когда был достигнут апогеи год назад, когда я сделал пару роликов, у нее окончательно поехала крыша. И вот сейчас просто критерий, латмусная бумажка, индикатор того, что с ней произошло. А, магнитуда, это полный, идет от этих колдунов, волна к твоему вот этому решению, где ты потерял что-то, ты вот так, просто сейчас вижу физически. Сеанс для Евгения. И получается, Евгений физически что-то потерял, а вот что потерял, самое интересное. Когда что-то ищешь на этом троне. Я спросила тебя, что ты ищешь, а ты говоришь, что обручальное кольцо сперматворцом. И сама заражала. Вот это выражение лица надо видеть. Вот она сама ржет. А почему обручальное кольцо, что это означает? Вот даже нужно быстренько самой придумать. Так, так, это Женя, получается, невеста. Женя, извините, гей. Что это за кольцо такое? Сам охренел немножко. Оно считывается как верность к нам в жизни. И сразу почему-то пошла эта аналогия, как Путин на каком-то собрании подарил кольца участникам вот этой какой-то группировки. Пытается там склеить, не склеено. И вот это люди слушают. И это понятно, что сейчас уже 500 просмотров 1000. Но вот даже этот 1000 полный нонсенс, полный бред. Аж 18 комментариев. Я не знаю, откуда там. Ну, будем считать, что это 5%. Если примерно брать 10, это в 2 раза больше, соответственно. На 36, на 2. 350 просмотров. Реальное количество просмотров этого сеанса. Вот примерно, если брать по комментариям. Потому что YouTube всякую фигню раскручивает. Эти просмотры дутые. Реальное количество просмотров в Телеграме почти ноль. Что и логично. Это просто маленький пример того, что происходит с критиканами Цельнозора. Разбор пустых шкипажки и злобного недоумка поддубного или подберезового как там будут позже. Потому что просто лень тратить время и энергию. Но оно грядут. Просто вот это вот этот одноглазик очень-очень хороший пример, показатель того, что происходит с теми, кто не следует кону. У них просто едет крыша. Все просто. Так что всем добра, соратники. И помятуем, что рано или поздно это будет со всеми, кто пошел против вселенной. Добра. Субтитры создавал DimaTorzok